В этом году наша лаборатория празднует 70-летие запуска синхроциклотронного яли. Сегодня проходил семинар, посвященный этому юбилейному событию. Михаил Николаевич Ельяненко рассказал о первых этапах становления традиционной для нашей лаборатории темы мерного катаризма. Прошу. В главе этих работ стоял неутомимый такой энтузиаст Владимир Венедикт Петрович Жилев. И первые эксперименты он начинал камерной методикой по взаимодействию мюмезонов с водородной камерой. И когда созрела необходимость и получились результаты развития электроники, что можно применить электронный эксперимент, то есть в реальном масштабе времени наблюдать все эти события, он поставил такую задачу, и мы под его руководством в конце концов ее решили. Мы первые сделали установку, а дальше она пошла в жизнь, и вот до сих пор уже совсем не будет. Лет 5 ее готовили, 7, а вот уже 50 лет она работает и дает такие прекрасные результаты. Все какие-то результаты, но признаны в мире. И не все смотрели страны, уровень такой поднять, но нам это удалось. Благодаря таким вот, благодарям и физикам. Благодаря тому, что мы стоим на плечах гигантов, нам удалось за последние 10 лет открыть трибовых каналы глядерной реакции синтеза среди эсотопов водорода и получить указания на наличие еще одного канала. Как говорится, мы катались в таком плане, продолжается и будет давать еще научные результаты в области ядерной физики. Продолжение следует... Продолжение следует...